Уже по всей стране Новый год стучит в двери детских садов и школ. Праздничную эстафету подхватывают городские и сельские дома культуры, театры. Где-то Дед Мороз не отклоняется от классического сценария, а где-то малыши сами правят бал. Как прошел новогодний утренник в детском саду номер один города Славянска-на-Кубани и кто стал главным героем торжества, расскажут мои коллеги. Больше всего Нового года ждут дети. Для них это время подарков, встречи с Дедом Морозом, новогодней сказки и чудес. Поскольку Новый год – событие особое, то и наряд для этого должен быть соответствующий. К утреннику дети подготовились серьезно. Кто большая модница, тут не поспоришь. Банты и снежинки – бесспорные лидеры новогодних аксессуаров. Мальчики на время стали супергероями и сказочными персонажами. Кто за чудо Чили Мор, он ни низок, ни высок. Я дам елочка растет, можно встретить Новый год. Тук-тук-тук, оговорись, кто живет, здесь появись. В гости к малышам пришли сказочные персонажи – Кикимора и Снеговик. Но какой же Новый год без главных героев? Дед Мороз и Снегурочка пользовались особой популярностью среди детворы. Дети пели песни, рассказывали стихотворения, водили хороводы, играли и танцевали. На прощание Дед Мороз устроил фотосессию с детьми у ёлки. Раздал подарки и пообещал вернуться в следующем году. Сказочная атмосфера, яркие меняющиеся декорации, музыка – всё это вызывало большой интерес у юных славянцев. На празднике дети смогли поиграть с героями из любимых сказок. После новогоднего представления у ребят было много эмоций. Они рассказали нашей съёмочной группе, за что они так любят праздник Новый год. Я люблю, за что Дед Мороз подаил нам подарки. Он очень хороший. Любишь Новый год? Я люблю Новый год, потому что много подарков под ёлочкой. За то, что всё время подарки, снежки, конки, санки. Дети и их родители побывали в волшебном мире сказки и получили массу впечатлений на весь предстоящий год. Надежда Неткочева, Георгий Калинин. Программа «События».